Всем привет! Сегодня техническое видео. Продолжаю восстанавливать бампер. Снял вот эти накладки, которые, если смотреть издали, вроде бы нормально, но если присматриваться, коцки. Причем это довольно глубокие, они именно по пластику идут. Здесь вот тоже коцки. Но все-таки хочу сделать все идеально. Поэтому это все у нас будет идти под перекрас. По периметру защелкиваются такие лапки. Легко покрасить. Также я снял вот эту планку. Она нормальная, без повреждений. Но я подозреваю, что краска, которая будет у меня, она будет немножко другого оттенка. И чтобы все это было в один тон, буду все задувать. Прежде чем начать покраску, это все нужно будет обработать шкуркой полутора тысячная. Есть тысячная, две с половиной тысячи. Придется немножко нанести шпаклевку. Старые запасы остались, как-то покупал польский бренд. Здесь сама шпаклевка по пластику и отвердитель. Также понадобится резиновый шпателек, чтобы это все наносить. Но я сейчас это все покажу, как буду делать. Жидкий хром. Но она, в принципе, смотрится не как хром, а как матовый хром. Вот у зеркал на RS-версиях. Посмотрим, как это получится. Думаю, грунт не стоит наносить, потому что здесь уже краска у нас есть. Просто мы ее шкурочкой заматируем. Потом наношу шпаклевку, сушу ее. Потом опять шлифую. Так вот, зачистил поверхность, обезжирил. Здесь вот обнаружились еще небольшие косячки. Возможно, уже тут был какой-то ремонт. Их нужно заново покрыть поклевкой, чтобы это все не проступило через краску. Но очень глубокие такие царапины, поэтому их нужно все закрыть поклевкой. Основной тюбик и немножко отвердителя. Примерно вот так. Думаю, хватит. И отвердителя. Вот капельку. Раз. Наносим основной сюда. Объем немножко. Сюда проводим так, чтобы это все закрыло максимально. Примерно вот так вывел. Все закрылось. Остальное вышкурию уже. Оставляю это все на всякий случай на час. Но сейчас жарко. Я думаю, оно застынет быстрее, чем за час. Вторую часть тоже зашкурю, обезжирю. Шкурку вот такую использую. Она средней зернистости. Такая на поролончике. Очень удобно как раз ко второй приступлю. Вторая тут вообще незначительная вот часть. И быстренько, пока шпаклевка не застыла, нанесу на эту часть. Пока шкурил вторую часть. Но сейчас так жарко, что шпаклевка застывает моментально. И все, она уже почти как камень. Поэтому придется сейчас замешивать новую. Вторую тоже зашпаклевал. Вот так примерно получилось. Сейчас подожду часик, когда она вся застынет. Ну, я думаю, должно одного раза хватить. Если нет, то еще второй слой зашпаклюю и буду вышлифовать. Шпаклевка высохла. Я ее отшлифовал. Сначала 800-й наждачкой, потом 1000-й, 1500-й. В принципе, более-менее получилось нормально. Все гладко, все ровненько. Или красить, или сейчас попробую пленкой. Может пленкой заберем. Вот такую импровизированную установку соорудил. Сейчас буду красить планку вот такой краской. Планку покрасил в несколько заходов. Получился вот такой хром. Ну, получилось, к сожалению, не идеально. Не знаю, может где-то сильно близко держал. И здесь вот у нас получилась такая апельсиновая корка. Результат отстой мне не нравится. Здесь еще какие-то кратеры образовались. Я не специалист, каждый день это не делаю. В общем, ерунда полная. В итоге решил взять все-таки пленку. Завтра поеду к ребятам, которые занимаются поклейкой пленки. А клею это все пленкой под шлифованный алюминий. Забрал все детали с перетяжки. Вот так получились туманочки. Ребята затянули все на совесть. Не стал экспериментировать. Самостоятельно это все делать все-таки проще заплатить. Немножко тем людям, которые каждый день это делают. Сделали напуск немножко, как я просил. Ну, на вид вообще не отличить, как будто она ничем и не заклеена. И то же самое вторая. Затянули вот пластиковые вставки. Не знаю, камера передаст или нет. Вот здесь текстура под шлифованный алюминий. Я думаю, выглядеть будет лучше, чем сток. Ну, главное, что они ровные. Я же их подшпаклевал все. Замечательно. Вот эта сторона. И вот сабелька наша тоже. Выглядит все отлично. Результат итоговый покажу, как это все получилось. Вот так бампер выглядит без этих вставок и без туманок. И сейчас покажу, как будет выглядеть с туманками. Вот такой результат установки. Туманки на месте. Пластик смотрится, как новый. Даже, наверное, лучше нового. Вот так у нас. Кантовочка. Туманка вторая. В принципе, все. Бампер готов. Можно пока его в пленку замотать, чтобы не царапался. И будем ждать прихода автомобиля, чтобы его туда установить. Если ролик был интересен и полезен, влепим лайк. Подпишемся на канал. Всем удачи. Дальше будет интересней. Пока.